ИС Кремль хочет заставить Запад уговаривать на переговоры, чтобы получить превентивные уступки, Россия хочет извлечь выгоду из стремления Запада к переговорам, чтобы заставить западных политиков почувствовать необходимость идти на упреждающие уступки Москве, чтобы заманить ее за стол переговоров, так считают аналитики Института изучения войны, ИС. В пятницу президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцеем, в котором ложно утверждал, что финансовая и военная помощь Украине создает ситуацию, при которой Киев категорически отвергает переговоры, напоминают авторы. Шольце в свою очередь заявил, что любое дипломатическое решение конфликта должно включать вывод российских войск села территории Украины. Разговор с Шольцем совпал с дипломатической инициативой президента США Джо Байдена, который в четверг заявил, что готов говорить с Путиным, если тот будет искать способ положить конец войне. Представитель Кремля Дмитрий Песков услышал в словах Байдена предложение о выводе войск и отверг его, заявив, что специальная военная операция будет продолжена. А еще раньше глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Запад должен проявить готовность обсудить документы, предложенные Москвой в декабре 2021 года, о гарантиях безопасности. ИС ранее оценивала риторику Путина как указание на то, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели войны. То, что Путин, а также Песков и Лавров вернулись к теме переговоров, эксперты объясняют желанием создать у Запада представление о том, что Россию нужно подманивать к переговорам. Кремль, вероятно, намерен создать ситуацию, при которой западные власти будут предлагать упреждающие уступки в надежде убедить вступить в переговоры, не требуя взамен значительных предварительных. Уступок от России, констатирует ИС. Заявления Путина Лаврова и Пескова подчеркивают, какими могут быть некоторые из желаемых превентивных уступок, сокращение финансовой и военной помощи Украине, признание аннексии России и Украинской территории и ограничения на военные действия НАТО и Запада в Европе. В Москве было бы выгодно временное мирное соглашение, чтобы получить паузу в боевых действиях, однако Путин не проявляет особого интереса к такому прекращению огня, полагают эксперты. Кремль продолжает выдвигать требования, равносильные полной капитуляции Запада, намекая, что Путин по-прежнему сосредоточен на достижении военной победы. А для получения превентивных уступок Россия пытается использовать серию ударов по украинской инфраструктуре и связанную с ней гуманитарную ситуацию, следует из обзора ИС.